С чего начинается армия? Армия не театр, хотя многие скажут, что есть что-то общее. Армия начинается с контрольно-пропускного пункта, а уже потом как в театре, в вешалке, но с обменом гражданской одежды на форменное обмундирование. Таинство перевоплощения вчерашних беззаботных парней в солдат происходит на сборном пункте. Здесь прозывникам в полном объеме выдают летнюю и зимнюю форму одежды, а также сумку для ношения формы одежды. Помимо этого солдатам выдают кружку, ложку, мыло, полотенце вафельное, платок носовой и армейский нацессер. Получает он 17 наименований, начиная в виде лесбелья и кончая в куртке демисезонной. В набор еще входит кроме этого кашне, шарф, носки, кепка, футболка дополнительно. Еще они получают так называемый нацессер, белье теплое в рюкзаке, в сумках вот этих баулок, тапочки казармные, ремни поясные, брючные, мыло, полотенце, крошка, ложка, ну как все положено. Все это они имеют. Многие спросят, что же такое нацессер. По-другому ее называет мужская косметичка. Ведь личная гигиена в армии одна из главной составляющей. Я ее называю косметичкой, там перечень 19 наименований, там все есть. Начиная от гелий всякие для ног, для рук, кончая зубной пастой, ножницами, чипчиками. Предметы личной гигиены, качество и самое главное теплая военная форма на сумму более 14 тысяч рублей полагается каждому призывнику. Поэтому родителям не стоит переживать, ребенок укомплектован. Но это еще не все. Прежде чем солдат начнет отдавать долг родине, родина должна снабдить его банковской картой. Куда ежемесячно будут перечислять по 2 тысячи рублей. Базовая ставка солдата по призыву. Двигайтесь дальше, Вадим вам выдает банковскую карточку. Пин-код запаим внутри конверта, денег на карточке пока нет. Первое поступление денег будет числа 10 декабря. В ожидании отправки в воинские части солдаты прибывают в казармы, где есть возможность зарядить телефон, а вместо комнаты для хранения оружия на призывном пункте имеются комнаты для верующих. Все прелести армейской пищи солдаты познают, конечно же, в столовой. Питание осуществляется со дня прибытия. Пищу готовит гражданский персонал. Рацион разнообразен. На каждого призывника ежедневно выделяется 250 грамм мяса. То есть 100 грамм мяса идет у него на завтрак, а 150 грамм мяса идет в обед. Мясо в основном идет порционное, то есть кусковое. Два раза в неделю они едят пельмени. Вся штучка у них выдается им в индивидуальной упаковке. То есть три раза в день у них идет масло сливочное, которое тоже идет в индивидуальной упаковке по 15 грамм. Также они получают четыре раза в неделю молоко 200 грамм в индивидуальной упаковке в коробочках. Также сок в индивидуальной упаковке по 200 грамм они получают. На ужин у солдат идёт рыба 120 грамм по норме питания. То есть всё как бы у них идёт в рамках госконтракта, всё это питание просчитано, то есть в соответствии с нормами, чтобы солдату хватало на целый день. Призывники очень довольны. По их словам, еда вкусная, будто готовит мама. Более того, некоторые даже не доедают. Кормят хорошо, почти как дома. Мясные продукты, то есть каждый день масло, каждый утром, в обед и даже на ужин. На завтрак давали кашу с сосисками, яйцо, кофе. Прикольно, классно. Кормят очень хорошо, даже иногда не доедаешь, потому что переедаешься, потому что очень вкусно всё. Всё очень вкусно, всё хорошо. В дорогу солдатам, а она может быть очень длинной, на сборном пункте обязательно выдаются сухие пайки. На сборном пункте перед призывниками регулярно выступают представители общественных объединений и основных религиозных конвейсий республики, коллективы художественной самодеятельности, а также ветераны войны. Они не дают оскверни, унизить цену нашей победы, которая была в 1945 году. На республиканском сборном пункте новобранцы проводят, как правило, 2-3 дня. За это время парни узнают точное место будущей службы и знакомятся с покупателями. Так именуют представители воинских частей, которые забирают ребят на службу. В помещении сидят уже переодетые и готовые к отправке бойцы. Среди них и кумертаусцы. Их поезд отправляется в 12 часов вечера. Служить парни будут на Дальнем Востоке, в радиотехническом полку. Служить там неплохо, хорошо. Климат благоприятный. Находимся на одной параллели, как и Сочи. Так что тепло, зима мягкая, довольно-таки приятная. Служить у нас тоже неплохо. У нас часть напрямую подчиняется Москве. У нас показательная часть. Мы занимаем всегда по Дальнем Востоку первые, вторые места. И у нас с неуставными взаимоотношениями вообще дел никаких нет. У нас все всегда отлично. Будущие солдаты травят анекдоты, рассказывают о планах на будущее. Кто-то планирует ослужить год и вернуться домой, чтобы получить высшее образование. А кто-то свяжет свою жизнь с профессиональной армией. На лицах ребят улыбки, но не всем удается спрятать свое волнение. Вообще прекрасный просто. Конечно, первый день был тоскливый, честно говоря, а сейчас очень нормально. Даже уезжать неохотно. Служить всем надо. Все служили. Я служить буду. Неплохо служится. Кормит хорошо. Общается тоже замечательно. Не гоняет особо сильно. И сегодня выезжаем уже в часть. Боязнь есть? Привет, привет. Да, всегда она присутствует. Как бы далеко от дома так. Особенно настолько далеко. Это еще ни разу не уезжал. Поэтому боязнь есть. Ну, она пропадет со временем. Поэтому все хорошо. Родителям в первую очередь. Чтобы не переживали. Потому что все будет хорошо. Ну и здоровье самое главное. Парни еще немного дурачатся. Просят сфотографировать их на память. А уже ночью поездами в разные концы нашей родины к месту службы отправятся ребята. Прибывшее пополнение уже на месте приступит к изучению устава и военной дисциплины. Совершенствованию физической формы. В этот оттене призыв соцепубликанского сборного пункта в ряды вооруженных сил Российской Федерации будет отправлено порядка 6 тысяч человек. Из них 150 ребят из города Кумертал и Кургазинского района. Призыв в самом разгаре, который продлится до 15 декабря. Константин Меркушев, Амир Кедрасов, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».